Лишиться крыши над головой из-за коммунальных долгов теперь проще простого. Речь идет о тех гражданах, кто пользуется муниципальными квартирами, но платить за горячую воду, отопление и свет не хочет. Приобретет ли явление массовый характер и сколько квартиросъемщиков лишились своего жилья по причине низкой платежной дисциплины? Расскажем далее. Выселение из муниципального жилья из-за коммунальных долгов перспектива вполне реальная. Этой весной без предоставления жилья по решению суда покинул квартиру житель Зеленоборского. Его долг ресурсникам перевалил за 300 тысяч рублей. Особенно актуальна проблема должников-нанимателей для закрытых военных городов, где муниципалитетам принадлежит большая часть жилых квадратных метров. Так в этом году в Североморске суд обязал к выселению сразу несколько квартиросъемщиков. Это 6 человек по служебному жилью, по коммерческому найму 3 человека, по предоставленному ГЖС, это по переселению, здесь тоже 8 человек. Оплаты услуг ЖКХ требует и закон, и условия соцнайма. А потому долг, накопленный за полгода, уже повод для расторжения договора. При этом погасить все равно придется. Теплоэнергетики подсчитали, неплатежи за отопление имеет каждый третий житель ЗАТО. Это является, безусловно, крайней мерой, но есть у нас такие категории граждан, на которых, к сожалению, воздействие имеют только крайние меры. Другой вопрос, будут ли из квартир выселять массово, в этом энергетики сомневаются. Как показывает практика, большинство неплательщиков погашают долги. Но если запускают ситуацию, то муниципальное жилье переходит к более добросовестным нанимателям. Мы же все прекрасно понимаем, что у нас довольно-таки большая очередь имеющих право на это жилье, плюс, естественно, оперативное рассмотрение вопроса при требовании, у нас занимается этим жилищный отдел. Там постоянная работа ведется, и эти адреса передаются именно им. Не исключено, что в будущем санкции для неплательщиков ужесточат, и под угрозой окажется частная собственность. На федеральном уровне уже подготовлен законопроект о выселении из единственного приватизированного жилья за долги.